Все, даже государственные учреждения культуры, они как-то варятся в своей каше. Конечно, у них есть, наверное, какая-то программа по развитию, но то, что я вижу, то, что я наблюдаю, это сейчас два разных параллельных явления. Каждая варится в своей каше и решает вот эти вот проблемы своим путём. Я не вижу политики. Кроме того, существует сейчас другая тенденция, которая снизу идёт. Колоссальное количество людей сейчас снизу продуцирует свои проекты. Смотрите, что делается. Лера Берёзки, кинотеатр на крыше. У нас есть инициативная группа с экскурсоводом Ренатой Брачон, которая водит экскурсии по городу. Мы ходим уже год. Мы ходим по городу. У нас есть группа, которая ходит в музей под гидой «Я поведу тебя в музей», которую создала Мария Райдер. И мы ходим в разные отраслевые музейчики, про которые мы даже не подозревали, что они существуют, а там целая история, история края. И эти же группы мы ездим. Есть возможность сейчас организовывать экскурсии, поехать в города Венесейск, Минусинск, где своя колоссальная история. И лично я за последний год, благодаря взаимодействиям, вот таким вот, да, ещё и Дарья Масунова издаёт книгу местных писателей. Это всё инициативы снизу, никак не поддерживаемые, никак не финансируемые. Ну, вообще, даже не поддерживаемые, возможно, о них никак не знают даже, там, чиновники, и не то, что ни Министерство культуры, и никакого другого. Это то, что, это говорит о том, что люди хотят знать, во-первых, свою историю, хотят в то же время как-то через искусство, да, познавать эту историю, и хотят творчески самовыражаться. На самом деле налицо вот эти вот все тенденции к креативной перестройке 21 века, потому что мир-то не стоит на месте. И у нас тут долгое время инновации, инновации, да не будет никаких инноваций, пока не будет культуры, потому что культура является первоосновой для создания и для проявления в человеке творческого начала.